1 2 3 1 2 3 поехали разговаривать про кавку значит так что такое кавка кавка это месседж брокер что такое месседж брокер месседж брокер это значит посредник сообщений зачем он нам это нам нужно когда нам необходимо построить какое-то асинхронное взаимодействие пример допустим у нас есть система которая просто производит сообщение для нашего алгоритма машинного обучения то есть есть какой-то продюсер и как какой-то ну не знаю что-то откуда-то производят данные для нашего алгоритма и есть алгоритм машинного обучения который постоянно переобучивается когда к нему приходят новые данные и в принципе здесь можно было бы поставить какое-нибудь временно между ними хранилище то есть продюсер бы забросил часть данных в это хранилище консюмер там условно ну раз в сколько-то времени выхватывал бы часть данных и переобучался ну что что то вот такого самое главное здесь именно асинхронность когда нет жесткой сцепки между продюсером и консюмером это может быть даже в рамках одного приложения но обычно все же это в рамках разных приложений микросервисы какие-нибудь что-то вот такое вот какой-нибудь pipeline как-то вот так вот что еще отметить что когда мы говорим про кавку мы имеем ввиду что ваш продюсер он генерирует реально большое количество данных то есть даже не сотни не тысячи а сотни тысяч сообщений в секунду тогда есть смысл взять к просто если ваша система не генерирует такое большое количество сообщений возможно есть смысл подцепить что-нибудь более простое и не заморачиваться так пример можно рассмотреть rabbit rabbit видите здесь вот 20 тысяч сообщений а кавка как мы здесь видим здесь 100000 то есть кавка это когда данных много а когда данных мало может вам и не надо зачем зачем усложнять себе жизнь там различными настройками чего-то может вам хватит и более простой системы хорошо то есть кавка это месседж брокер про большие данные каким образом работает и каким образом все это достигается давайте теперь поговорим об этом ключевой такой понятием кавки это является топики 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 что такое топик топик по сути дела это распределенный стрим данных если взять аналогию из баз данных да то это можно было бы сказать что это шардированная база данных со множеством ограничений но именно шардированная если надо реплицированные еще эти реплики шарды но именно самое важное что это присутствует горизонтальное масштабирование понятием шарда когда мы говорим о кавке это является партица то есть каждый топик состоит обычно можно и одну партицу но обычно все же чтобы нам добиться действительности горизонтального масштабирования и когда мы хотим мы же хотим много сообщений потреблять и обрабатывать соответственно нам нужно горизонтальное масштабирование так вот каждый топик состоит в итоге из нескольких партиций каждая партиция будет содержать свои конкретные данные то есть это вот возвращаясь опять к аналогии с базы данных это вот где каждый шар содержит конкретно свой кусок таблицы 1 такая каждая партиция по сути дела содержит свой кусок данных одного стрима хорошо каждой партиции мы можем можем ее защитить подключив к ней реплики естественно реплики и основную партицию которая называется лидером и к слову сказать все взаимодействие идет именно через лидера каждой конкретной партиции то есть продюсер записывает в лидера и консюмер читает из лидера мои реплики они всего лишь для страховки то есть когда сервер где была партиция падает назначается новый лидер и взаимодействие потом происходит именно через них так вот и что хотел сказать что партиции лидер да и реплики они находятся естественно на разных машинах хоть это по очевидно но все же стоит проговорить так дальше поехали то есть у нас получается такая хорошая распределенная структура уже которая хорошо защищена за счет реплик теперь давайте поговорим о том каким образом консюмер непосредственно отправлять сообщение какие здесь есть параметры и какие есть особенности когда кто-то пишет данные в кавку нашу по дефолту если мы отправляем просто одно сообщение используется следующий механизм просто round robin то есть если берем первое сообщение отправляемся партицию нулевую потом партицию первую третью вторую по кругу идем да но есть другой вариант каждому сообщению подключать ключ на основе этого ключа будет высчитываться хэш который будет однозначно определять партицию в которую нужно отправить то есть это бывает очень удобно если вам нужно определенный тип сообщения отправлять в одну и ту же партицию я вот хоть и не сказал но по моему из рисунка уже понятно что кавка в рамках каждой партиции сохраняет порядок поэтому я и говорю что когда вы хотите что одна группа сообщение всегда обрабатывалась в одном порядке и их имеет смысл зачастую связать с одним ключом тут стоит слово подчеркнуть что если у вас такое присутствует в системе то партиции просто так добавлять потом нельзя будет потому что хэш тут как бы завязан на это количество партиции в какую пихать поэтому об этом помните так вот значит у нас здесь гарантируется порядок то есть ноль один два три и так далее то есть каждый данный имеют какой-то как называется индекс ну а оффсет лучше тут понятие вводится в кавке понятие оффсета то есть как каждые данные имеют какой-то номер в принципе из того что я уже сказал это очевидно что данные которые находятся вот здесь вот эти данные которые здесь от того что у них индекс тут один и тот же это не значит что одни и те же данные нет это данные разные это шардированный стрим шардированная база данных естественно тут данные непосредственно разные но в рамках одного каждой партиции повторюсь еще порядок сохраняется а между ними порядок вам никто не гарантирует то есть если у вас один всего лишь продюсер то когда вы будете еще читать вам порядок ну если у вас еще один консюмер то порядок вам между партицами никто не гарантирует только в рамках одного так теперь поговорим о гарантиях доставки у нас есть продюсер который доставляет нашу кавку данные у нас есть следующие опции уведомление что сообщение было доставлено первое это вообще без удовольствия это когда мы окно ок один это означает что нас уведомляет только лидер определено и ок ок all или miu1 это означает что нас уведомляет и реплики то есть как происходит продюсер отправил сообщения да партиция главное его приняло и затем таком синхронном режиме призв tour outright algorithms эти данные. Ну, естественно, это занимает время, да. Когда мы ставим вот этот вот all, мы фактически ждем, чтобы была репликация, они все ответили и тогда ответили. И это у нас максимально надежно, по сути дела, добиваться этим делом. То есть, повторюсь, акт 0, это когда нас не интересуют, отправили сообщение, отправили, естественно, здесь будет достаточно большое количество сообщений теряться. Акт минус 1, это только лидер нас уведомляет, all, это когда репликация полностью закончится и затем отправится. Здесь гарантии максимальные. Нужно, чтобы все одновременно упали, все эти не работало, все плохо было, чтобы все терялось как-то. Вот самый плохой случай, который вы можете себе представить, случился, чтобы вы потеряли данные. так, ладненько, с этим разобрались. Так, у меня здесь подсказка, здесь я сейчас загляну, все ли я хотел, что я хотел, сказал, про, значит, про продюсеры и такие топики. Так, я хоть вот здесь вот про брокера и не сказал явно, но давайте скажу уж, что брокер это, скажем так, отдельный сервер, который хранит топики. То есть в данном случае здесь один топик, но в принципе каждый брокер может хранить несколько топиков, который хранит, естественно, он топики хранит не целиком, а хранит какую-то партицию или реплику какой-то партиции. В тем месте брокеры, они образуют некий кластер. Так, ну и скажу, еще раз повторюсь, что работа с каждой партицией идет через лидера, то есть через реплики мы никогда не работаем. Так, теперь давайте перейдем к другому важному понятию, это консюмеры. Здесь они тоже работают немного необычным образом, так вот. Здесь у нас идет работа через так называемые группы, консюмер группы. Самое важное такое свойство этих консюмер групп, то, что консюмер, каждый консюмер, да, в группе, он, скажем так, эксклюзивно засталбивает за собой часть партиций. то есть они не разделяются, эти партиции между консюмер. То есть, например, вот как мы видим здесь, из группы 2 консюмер 1 засталбил себе вот эту партицию и эту, а консюмер 2 здесь засталбил вот эту и вот эту. но нам ничто не мешает создать еще одну консюмер группу, которая будет работать и потреблять по-другому совсем. То есть, здесь мы видим как 1 к 1. то есть, минимальное количество партиций, которые консюмер может потреблять, это 1. В принципе, в консюмер группе может быть и 1 консюмер, который считает сразу из 4. такое тоже возможно. Почему нет? Если консюмеров в группе больше, чем партиций, то он ничего делать не будет. То есть, вы не можете в рамках одной группы подписаться на одну партицию одним, двумя консюмерами. Помните об этом. Так. Теперь, конечно же, стоит задаться вопросом, а каким образом у нас сохраняется возможность читать успешно из одного топика с разных партиций, разными группами. А теперь мы вспомним про наши апсеты, про эти вот номера, да, вот 1, 2, 3, 4 и так далее. Во-первых, еще для начала вспомним, что Kafka у нас данный по дефолту хранит целую неделю. Это первое условие. И второе условие, что Kafka хранит номер оффсета, номер оффсета, номер оффсета, которую группа консюмер прочитал. почему это еще классно? Смотрите, вот если у нас какой-то консюмер упал, а затем поднялся, за счет того, что Kafka у нас хранит точку последнего прочитанного сообщения, консюмер поднимается и начинает продолжать с того места, где он остановился. В связи с этим у нас возникает еще пару настроек, тут я их пока не нашел явно, где настроены, но в общем есть следующая идея, что, вот смотрите, вот у нас продюсер, да, хотел уведомления, но ведь когда мы очередь взаимодействия с консюмером, здесь по идее тоже надо уведомление, что если мы хотим очень хорошую надежность, нам нужно, чтобы брокер тоже получал сообщение, что консюмер получил и что-то с ним сделал. И у нас есть тут как минимум две стратегии, первая это мы получили сообщение, то есть консюмер получил сообщение и сразу отправил уведомление, да, я получил. Есть вторая стратегия получили сообщение, обработали сообщение и затем отправили ответ. Ведь в процессе обработки мы можем потерять и так ведь это чтобы вот с этими аффсетами как бы не мучиться. Правда, здесь стоит заметить, что вот в этом во втором случае у нас возможна проблема повторного чтения. И по идее наша система должна на одни и те же сообщения давать один и тот ответ. Здесь наверное не очень хорошо сказал, но общая идея, то есть нам нужно подумать о том, что о возможности дубликации данных. Как мы на это дело реагируем? То есть должна быть так и называется идемпотентность. то есть чтобы не продуцировать дубликаты. И есть там еще третий тип третий тип третий тип интересно тут есть что-то ладно есть еще третий тип это из кавки в кавку сейчас add once that most once а вот вот третий тип add exact once that way people actually want each message delivered once and only once ой то есть вот эта семантика про которую я говорил пока я сейчас не знаю где она проставляется но просто пока пометим себе что у нас есть еще разная возможность уведомления давайте я себе даже запишу чтобы не забыть об этом подробнее рассказать или показать ну по крайней мере я это посмотрю вы не знаете посмотрите нет так то есть разная стратегия уведомления консюмерам то есть первые два это либо мы сразу как только получили уведомляем вторая стратегия это когда мы получили обработали только тогда уведомляем наш брокер что мы типа все окей и третье как бы не очень понятное exact once ладно так в принципе с основными идеями пока мы вроде я все рассказал теперь нужно еще поговорить об такой штуке как zookeeper то есть если вы заходили на официальный сайт например кавка даунлоуд или quick quick start например то вообще первое с чего начинается это со старта некого zookeeper а zookeeper это скажем так некая программа которая управляет нашими брокерами то есть хранит список брокеров помогает там выборе лидера посылает ему уведомления об некоторых изменениях что тот или иной топик например родился умер то есть zookeeper по сути дела занимается мета данными которые относятся к нашему кластеру кавки zookeeper кавка интересно здесь какая-нибудь классная картинка чтобы это дело проиллюстрировать ну например вот что-то похоже то есть у нас есть несколько серверов zookeeper которые управляют менеджер менеджер брокеры конкретные кавки ладно подождите здесь интересно есть какая-нибудь еще картинка я просто хочу чтобы было несколько zookeeper а не один ладно в любом случае zookeeper он как бы некий координатор вот здесь хорошее слово некий координатор для кластера координирует некоторую дополнительную информацию про брокеры саму всю необходимую информацию для работы сами брокеры содержат то есть сами сообщения офсеты для восстановления чтения то есть это все находится уже непосредственно на брокерах zookeeper он про мета данные и про некую координацию ладно на первых парах он на самом деле нам особо не нужен будет и я пока даже вот тут вот смотрел туториал здесь его даже настраивать нам особо не нужно каких-то настроек непосредственно zookeeper тоже нет по крайней мере не очевидно для кавки вот тут если вы посмотрите quick start они есть а для zookeeper нет ладно чуть позже тут еще поговорю так ну ладно вот тут здесь можно прочитать что дестерилизация может быть разная но это мы потом на практике разберем то что потреблять и дестерилизовать да данные можно по-разному у нас могут быть консюмеры уже немного разные быть ладно все основные понятия я рассказал там посмотрим уже на практике в следующий раз поднимем простой консольный вариант пока идите и скачивайте себе кавку ладно все стол